добрый день сегодня 17 декабря мы сейчас находимся на проспекте сейфулина сейчас вот еду в самый конец улицы это находится в верхней части города и здесь есть вот такое кольцевое движение в конце хочу вот сейчас развернуться и поехать вниз по проспекту сейфулина не знаю в этой части города будет ли какая-то пробивка или нет непонятно пока что просто вот закольцевали так возвращаюсь обратно на проспекте сейфулина едем вниз здесь верхней части города здесь у нас банки новые жека строится есть вот такая вот развязка с улицы альфа-раби стоят камеры ограничение скорости 60 километров в час с левой стороны здесь уже огородили подняли высокие заборы видимо будет не знаю может быть какое-то новое жека написано апартаменты живые дома с правой стороны вот такие вот джека есть здесь вот есть направо выход на улицу тимирязева тут тоже сделали мост под каждым мостом есть камеры и наблюдения и скоростомеры слева здесь находится торговый центр форум сегодня по проспекту сейфулина хочу проехать до самого начала в начале проспект сейфулина находится железнодорожный вокзал города алматы номер один тоже здесь правой стороны что-то строится также по пути будет небольшая развязка которая строится на пересечении улицы сейфулина и жан сугурова пересечении сейфулина и садпаева бүгін біз осы сейфулин данғылмен халаның асты жағына түсеміз асты жағында бірінші вокзал орналасқан темір жоу мне часто в комментариях пишут что нужно практиковать свой казахский язык я очень стараюсь но не всегда получается пересечении с проспектом абая про проспект абая уже есть выпуск на канале абай данңғыл от уралы видео канал дабар спускаюсь дальше по проспекту сейфулина сакин сейфулина түндага данғыл пересечении с улицы курмангазы несколько лет назад улицу курмангазы сделали односторонней в западном направлении ой извиняюсь на восток восточном направлении улица шевченко это у нас в западном направлении односторонние сейчас будет пересечении с улицы шевченко погода сегодня солнечная на улице плюс 2 градуса тепла в алматы до сих пор не был нормального снега вообще до конца этого года обещают что снега не будет ну посмотрим еду дальше вниз по сейфулина пересечении с улицы кабамбай батар ранее кабамбай батар кучасы назывался улица калинина здесь вот с правой стороны находится риксас пересечении с улицы бюгембай батар 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 очень удобно ехать по улице сейфулина здесь вот есть знаки направления вниз есть знак на сторону рысколова сторону первого вокзала здесь вот новый жк строят пересечении с улицы бюгембай эти киби гоголь кучасы наверное проспект сейфулина одна из наверно нагруженных улиц в городе алматы очень большой поток соединяет верхнюю и нижнюю часть города наверное является одной из длинных улиц города к примеру когда я вот разворачивался выше аль-фараби и в навигаторе забил путь до первой алматы то есть до вокзала мне показал 14 километров здесь слева находится новый мегапарк но он уже давно конечно сделан мега новая главная мега находится на улице розбыкиева здесь вот ниже мегапарка находится и эсперанза это ночной клуб ресторан ну такой целый комплекс тоже видимо сделали ремонт здесь вот пересечение с улицы Маметова рейнбек данғылы здесь вот такая вот развязка мост все дела пересечение с рейнбек батыра тут тоже поставили вот светофор раньше не было его слева находится большой магазин обди вот здесь раньше был была другая заправка сейчас компас это вот железнодорожный мост он поднялась он но он вот он то бояховку то бояховку Здесь тоже вот устанавливают новые камеры на пешеходном переходе. Так, уже потихоньку подъезжаем на пересечение Сержан-Сугурова. Здесь где-то будет развязка новая. По всей видимости, вот эти вот заборами закрыли. Это уже идет строительство развязки. Вот это, наверное, будет сейчас носиться, я так предполагаю. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Вот такой вот примерно макет развязки. Ну, что-то слабовато сделали, если честно. Что-то качество так себе. А яхта Олевой в 2022 году хотят закончить. Не знаю даже. Наверное, под конец года только если. Там вот на другой стороне тоже есть еще один рисунок. Не знаю, может быть там качество получше будет. Сейчас подойду, посмотрю поближе. А нет, везде, видимо, одно и то же. Здесь, получается, будет два туннеля. Вот один туннель. Вот. И вот здесь еще второй туннель есть. Вот такой, видите? И с этой стороны такая же карта. Едем дальше. Едем дальше. Ух ты, здесь оказывается построили Magnum Express. Не знал про это. Развязка на пересечении Сэра-Сколова. Какие-то новые столбы здесь установили. Интересно, что будет на них вешать. Мост через бак. Большой Алматинский канал вот здесь протекает. Как много, однако, здесь Сергейков. Камеры дорожного наблюдения. Ага-Тай Азе-С. А? Ага-Тай Азе-С. Сэр. Азе-С. Сэр. Продолжение следует... 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 в честь Сакена Сифульна. И также, оказывается, здесь еще недалеко есть парк имени Сакена Сифульна. Сакен Сифульна от дорог Гульбара. Здесь вот есть памятник. Только это вот памятник Ленину. Помню, здесь был давно, конечно, но здесь вроде как рядом со сквером был такой фонтан. Видимо, здесь какая-то реконструкция или ремонт идет, непонятно. Антон Чехов от Налкуши. В сквере других памятников не нашел. Теперь предлагаю проследовать в парк имени Сакена Сифульна. Прошел буквально квартал от сквера и здесь вот находится парк. В парке здесь есть вроде как скейт-площадка, баскетбольная площадка, детские площадки есть. И вон там где-то я вижу вроде фонтан или это памятник. Также вроде по парку организована велодорожка. Там еще люди вон гуляют толпами. Видимо, тренируются. Ну, довольно-таки большой парк. Здесь вот фонтан. Думал, быть может, еще памятник будет. Но ничего такого. Посмотрел по карте. Оказывается, в данном парке никаких памятников нет. Также на всякий случай спросил у прохожего. Человек сказал, что здесь памятников нет. Рахмет, Сау Болгиздар. Спасибо, до скорой встречи и пока-пока. Увидимся. Продолжение следует. Продолжение следует...